Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Насчет того, что иногда бывает, что у человека не получилась актерская карьера, как у вас, но просто фантастическая, режиссерская. А вы знаете примеры, когда выдающийся актер потом преуспел как театральный режиссер? Есть такие примеры, когда человек зарекомендовал себя блестяще как актер и продолжает там... Я вот сейчас, допустим, Меншик, да? Вот про Меншику, как вы считаете, у него получаются его режиссерские... У него получается, особенно после «Легенды 17», где очень я его зауважал такой второй волной. Вот там, по-моему, очень здорово. Он же и театром руководит, и безруков театром руководит. Безрук, театром руководит. Губернским, да? Да, да, по-моему, как. Да, да. На Волгоградской. Ну, это надо еще подождать, посмотреть, съездить в губернию, что там получится. Вот я не очень радуюсь, если бы не обрадовался. Если бы мне хотя похожие предложения делал Лужков, вот давай за кольцевой дорогой тебе построим такой театр хороший, там начнешь. А ленком мы там будем ремонтировать, доводить до ума, потому что ремонта не было в купеческом клубе в Москве. Вот это я понимаю, что это нет. Это новая дорога, новые тропинки, новая среда, которая сама по себе представляет очень большой риск. Завадский Юрий Александрович, он ездил своим театром в Ростов и понял, что это такое, и с трудом приехал оттуда. Правда, на Электрозавадскую, где сейчас Галя Волчок руководит театром. Кстати, вот она, замечательная была актриса. Сейчас она мало играет, по-моему, и не хочет уже играть, а стала режиссером. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.